Всем ДВС народ, меня зовут Сергей Лав и сегодняшний ролик будет посвящён моему лучшему шмоту, ну плюс-минус в рамках подготовки к Юле, потому что я прямо вот готовлюсь, осталось 3 дня ну, она стартанёт вечером, но не факт, что я вечером смогу прямо сразу сесть и записать процесс гачирования, придётся отложить скорее всего на следующий день, поэтому 3 так-то уже 2 с копейками вот, и последний сколько месяц я сижу, ну ладно, поменьше на самом деле сижу, драчу данж новый, который даёт сет на Юлу и мне толком никогда не падает на самом деле я, почему не целый месяц драчил, да, потому что, ну, подготовка это же не только арты это там золото, книжки на экспу дропс кто он там, кривого говностазиса и на самом деле я такой фармил вот это всё парашу и понял что у меня прям вообще рвёт блевоты от этого унылого гринда потому что это вот худшее, что можно себе представить максимально статичный фарм, да, максимально обезьяна гейминг с учётом того, что вариативности, глубины геймплея особо нет и вот это всё, что я вам уже рассказывал 100 тысяч миллионов раз и ты сидишь просто вот дрочишь безнадёжно всё это дело я где-то неделю этим занимался там, кривый говностазис фармил вот это всё и я понял, что меня просто игра вызывает какое-то отторжение и не то, чтобы неприязнь но я максимально теряю вообще интерес к происходящему потому что, ну, интересного здесь вообще, в принципе, быть ничего не может да, просто сходи на этого босса 27 раз и прокачай персонажа ого, как крут, неожиданный какой азарт прям на кончиках пальцев, да вот, так что я решил, что нахрен всё это говнище и буду заниматься в игре только фармш мод золото, экспан но она потихоньку там капает с ивентов, да дома теперь дают считайте, они добавили 25% в неделю ресурсов в ресурсных эквивалентах да, через самолу то есть, в принципе на четверть свободнее прокачка становится ну, единственное, что книжки, да, на скиллы нужно будет всё-таки зафармить они с ивентов особо не накапают ну, ладно тут можно будет ещё протерпеть вот конечно, здесь разработчики говорят, идеальное решение Серёг, тебе вот покупай батл пасс там куча всего того что-то это унылое говно да, фармить неинтересно будешь фармить только артефакты в основном но, как бы, 900 рублей у меня тупо нету да, фритуплейная же игра у нас а ты чё, как бы жадный бедный, что ли не можешь 900 рублей закинуть в бесплатную игру вот так что я решил буду бомжом без прокаченных персонажей но зато со шмотом хотя, опять же кого я обманываю нормальный шмот мне ни хрена не выпадет и вот я вот сижу здесь в этом данже и мне вот ни хрена не падает по сути дела вот буквально парочка шмоток и то из которые давайте будем Е7-ную терминологию использовать левые две шмотки это флатовые да, которые у них мейн флатовые и три правые это которые процентные просто их надо же как-то на категории разбить хотя можно флатовые процентные называть вот, короче ну, это вот только сейчас вот только сегодня вот такую штуку выбил на 4 апнул ну, слабо да, шанс крита крит урон если всё сюда улетит в принципе что-то из этого цветка можно выдавить но мастерка здесь вообще нафиг забейте не нужна но сила атаки так да, то есть шанс, что вот эти два соберут все проки я не особо верю есть получше у меня вот уже давненько лежит вот такая штука она почти что синонимична они были как вы понимаете вообще синонимичные когда были плюс 0 обе то есть шанс крита крит урон и сила атаки ну, только отличие прям вообще минимальное да, предметы клона сюда выпало восстановление энергии штука максимально полезная у Юлы мега дорогой ульт 80 энергии стоит то есть серьёзно вот Юла вообще мега требовательная какая-то получается по шмоту то есть ей мало собрать вот просто дэмэдж ещё и восстановление энергии нужно собирать приличное без этого она просто не будет ультить а без этого не будет ну, дополнительного дэмэджа да, то есть серьёзно под неё нужно вообще супер мега идеальный шмот то есть да, она могёт но вот прям шмот нужен прям вообще жёсткий да и в принципе вот такое такой цветок если он хорошо разгонится может хорошо подойти да, ну конечно же хотелось бы чтобы разгонялся здесь не крит шанс не крит урон ну, вы поняли да, наоборот крит шанс крит урон а не восстановление но на самом деле у меня есть цветок ребят наверное лучшая шмотка практически наверное которая у меня есть вот такая вот и она ну как бы тоже подойдёт для Юлы да, это тоже сет на физ урон соответственно будет два рыцаря два, как они вот эти сеты называются бледная огонь я всё время забываю что за слово помню огонь а какой он там фиг его знает вот здесь 25 крит урона 5 почти 6 крит шанса и ещё почти 6 восстановления я вообще как считаю статы на шмотках да, я не не помню я находил что-то такое придуманное другими игроками или не находил я по-моему пытался найти и в итоге забил и сам как-то свою систему разработал опять же по аналогии с ЕСи короче берём крит урон просто берём крит шанс умножаем на 2 от силу атаки умножаем в 1.5 ну процентную не такую и всё складываем ну и вот как бы сумма это сумма атакующих статов ну понятное дело что приоритет у нас всё равно там шансы крит урон да, всё вокруг этого крутится но тем не менее атака есть атака вот ну остальное так бонусом считаем уже там установление энергии хп да ну понятное дело что лишними не будут лишний там раз не сдохнешь где-то в данже опять же если будет энерго реген значит ты заулетишь получше почаще вот но именно атакующий стат я считаю именно таким образом соответственно здесь получается достаточно дофига да то есть 35 даже там больше чем 35 атакующих статов прям цветок супер балдёжный но я уже по-моему переплюнул его но правда в другом сете да то есть на юлу особо что тут еще можно найти падают вот только да флатовые шмотки которые еще более-менее адекватными можно назвать вот например вот этот пиро в принципе может очнуться неплохо да крит урон есть сила но вместо силы атаки хотелось бы крит шанс восстановление энергии ну вот вместо вот этого хп хотелось бы крит шанс была бы идеальная шмотка и в принципе там наверное куда бы ни прокнуло невозможно было заточить ее плохо если только не все в восстановление ушло но хрен там да то есть вот держи такую и надейся что не уйдет а надейся что не уйдет ребят это такая себе прохладная история вот только сейчас я заточил вот эту шмотку и я прям вообще в мега тильте из-за этого потому что на плюс 12 это была идеальная шмотка ребят то есть 7 крит шанса 15 силы атаки восстановление то есть здесь считаем 14 ну там 30 почти 30 атакующих статов на плюс 12 то есть мы можем получить еще там достаточно много еще там за десятку то точно можно было выдавить ну или восстановление энергии если бы оно пошло и там хрен там пошел на плюс 16 флат хп я сижу такой вот что угодно лишь бы не флат хп на тебе Серега флат хп сидишь такой ну все я даже самолу потратил вот блин я откладывал ее думал у меня было 7 штук я думаю ну все вот юлы выйдет побольше поиграю за юлу потому что играть не дают в игру да лучше потому что игра года и вот это все да играть не дают вот думаю посижу вот эту смолу на ней уже посливаю и сначала слил чтобы плюс 16 было интересно что там будет да на плюс 12 просто суперидеальная была я думаю ну все сейчас потрачу там 2 смолинки узнаю что там узнал да и такой думаю блин надо слить всю смолу и узнать что там будет чтобы уже отпустило да узнал и отпустил конечно ну шмотка конечно так себе стало прикол в том что опять же есть вот такая у меня шмотка перо почти санимичной они стали и в общем то прикол в том что вы можете заметить что вот это перо на плюс 12 было почти то же самое что вот это на плюс 20 да то есть отличие было меньше сил атаки на 3 там с копейками процента да но вместо этого было 4,5 процента восстановления энергии что важно я уже сказал соответственно потенциально я мог бы перебить вот эту шмотку да и получить прям массивный прирост еще дополнительно к тому что есть но игра решила что тебе такое не надо Серега иди отдыхай вот соответственно в принципе обе шмотки до сих пор юзабельны да то есть плюс-минус одно и то же все равно да то есть просто выкинул два прока здесь вот и скорее всего буду их что-то из них выбирать в зависимости от того какие другие да части будут выпадать сетов и в зависимости от того опять же нужен мне будет крит урон или крит шанс дополнительно то есть в принципе как альтернатива друг друга варианты неплохие но это вот еще более-менее как я говорю с флатовыми кусками процентные куски вот выглядит примерно вот так и то это по-моему вот надо ее тоже кстати заточить я почти сорвался и дослил но серьезно сами понимаете здесь ничего особо не выдавишь то есть крит урон дай бог один раз сюда что-то пукнет и то очень сомнительно вот я не верю что сюда что-то попадет и в итоге ну это вот лучшие часы да ребят вот сколько я тут недели две ошиваюсь это лучшие часы что выпали может быть здесь есть еще куча часов как можно вот посмотреть сюда на не тот сет который нужен но как они не особо хорошие я их просто как бы засейвил потому что на самом деле сет вот этот вот говносет ну он не говносет но назовем его так да через призму Юлу я скорее всего буду одевать на фишл на фишле то есть там пати подбирается какая Юла Диона фишле байда ну байда это флекс там слот на самом деле но ничего такого я туда зафлексить не могу ну опять же если говорим о бабисе там совершенно другие будут пати скорее всего да там скорее всего будет точно фиксировано Юла плюс Диона потому что Юле нужна батарейка да и вы не сможете просто разгонять ее ульт если у вас не будет того кто вам будет регениться энергия а Диона в принципе подходит идеально и особо аналогов нет есть розарии но во первых у меня и нету а во вторых ну не знаю если ты берешь розарию значит тебе уже нужен какой-то дополнительный хил соответственно через розарию там вторая пачка это Юлу розария Джин и кто и Фишель Джин нет розария нет соответственно все заберется пати никакая не подбирается уже так вот на самом деле есть прикол собрать Фишель вот в этот сет в 4 куска потому что когда вы Ешкой попадаете по врагам атак всех персонажев отряд увеличивается на 20% точность читана это нам не интересно так вот у Фишель Ешка как ворон стоит долго да поэтому мы сможем долго раскручивать вот этот баф на 20% атаки прикол в том что там это похуже в принципе похуже чем просто одеть Фишель в демаг в демаджера да в дамаг потому что ну потому что но если у вас дерьмовый шмот на Фишель как у меня то в принципе это неплохой вариант да то есть разогнать атаку именно Юлы а не пытаться разгонять атаку Фишель тем более что эти куски они как бы здесь сыпят ну побочным эффектом да а какой что там сыпется электро данжи я кстати не помню там по-моему говно да второй сет говно сыпется так же как с огненного данжи вот у меня я его долго фармил для для кого для делюка и ничего толком не нафармил все вообще говнина совершенная что это вообще ну это просто торшанина совершенно и там как бы только 50% шмота под это сетовое второй сет это тоже такой каличный сет на самом деле то есть тут надо только 4 куска собирать против врагов под действием пира на 35 и он на самом деле почти всегда по-моему хуже любых других сочетаний это такая вот затычка на какой-нибудь сабдамагера да ну просто потому что тебе насыпало вот этого дерьма ну вот смотрите да шмотка вообще бомбезная на сян линию у меня там в принципе и мастерка чуть-чуть не помешает да то есть вот есть 4 собратья и шмотки такие то в принципе окич да вместо того чтобы одевать и огнесет адекватный а огнесет одеть тем кто это больше заслуживает вот но мне по-моему одна единственная нормальная шмотка упала такая вот пососная да тут похуже тут ну тут еще хуже да и больше нет а их 4 надо так что на самом деле данж фармить уныло и по-моему электроданж фармить так же уныло тем более что особо электрошмот сейчас мне девать совершенно некуда да опять же бафнут окей начнет играть но опять же у меня тупо ну из электроперсов которыми можно поиграть прям так нормально плотно это байдан но я вот сейчас не хочу заниматься потому что нужно каждым персонажем нужно заниматься плотно там конечно вот был один комментарий тоже в обсуждении их донатной помойки да вот этого всего там чел такой пришел и говорит я вот играю там уже столько-то и у меня там шесть что ли девяностых персонажей вот и ты такой думаешь блин ну чел-то нормально такой да оделся там прям вообще нагибает и дальше он говорит ну я конечно скиллы им не качал и ты такой понимаешь все до свидания я все понял потому что ну скорее всего арты он тоже не формил то есть видимо просто там все полгода которые играл дрочил экспу и голду и вот вкачивал уровни персонажем и это такие вот просто болванки да которые выглядят как девяностые а на деле там как говорится на словах ты лев толстой а на деле в общем-то ничего не представляешь из себя да и на самом деле мне такие в донжах тоже челы попадались то есть берешь там два делюка да у меня 80 и у челы 90 и ты отдаешь ему приоритет и думаешь ну он 90 сейчас наверняка будет надамаживать вот а он блин 90 делюком дамажит меньше чем я своим говнястым на 80 дамажил да и ты думаешь ну чел ну чел у тебя не так это вообще что ли пустые слоты на персонажа ё-моё да откуда ты такой выполз такое бывает кстати я видел ролик насчет делюка там турбо донатера мега про естественно ну как вы понимаете чем больше цифры ты выбиваешь тем больше ты про ну так как основная аудитория это шоколотрон лоши и прочие овощи то это и есть критерий твоей прочности потому что это понятно доступно и как бы ну вот видишь один человек убивает 100 тысяч урона другой 50 ну значит кто убивает 100 тот лучше играет да значит его и будем хайпить такая логика примитивная так вот там чел мега прошли естественно да прошлость измеряется количеством заложенных денег в игру здесь почти что прямой эквивалент так вот он там на делюке выбивал чуть ли не с автоатак по 100 тысяч и я что-то прохренел да то есть шмот там какой-то безумный у него там по-моему что-то 200 что-лик крит демеджа или что-то там 80 для крит демеджа но крит шанс не очень высокий поэтому ну то есть это тоже как бы отличный байт на лоха да собрать там 5 процентов крит шанса 200 крит демеджа заснять 100 дублей на каком-нибудь ледяном цветке да один из них прокнет на 5000 миллионов урона ты это заснимешь и вот там крупно на превьюшке 5000 миллионов урона на персонажа вообще имба топ-1 да ну как бы поняли уже как это работает да и почему это работает так вот чему это кстати ну так вот к тому что блин чел на делюке выбивает просто какие-то безумные цифры и как бы шмот решает да какой бы имбовый или не имбовый персонаж не был шмот решает так вот огни дэнш фармить уныло электро дэнш тоже фармить уныло так что какой-то шмот вот этот вот блин как он там называется миллилит все равно сыпет да и я подумал что в принципе я могу фиш или одеть через миллилит но вот пытаюсь что-то сейвить но опять же процентные падают совершенно никак да ну что это восстановление мастерка ну может быть там что-то там на крит шанс на крит дэнш прокнет четвертом но опять же бабка надвая да вообще симметричная да абсолютно симметричная шмотка ничего не дает здесь ну топ крит шанс больше ничего нет да тут вообще ничего нет кстати это худший из всех но я все равно держу надо посмотреть что будет четвертом да если четвертом будет что-то нормальное надо смотреть что будет на плюс 8 на плюс 8 если не прокнет нормальное выкидывать ну здесь опять же хп восстановление ну вдруг там что-то на дэмэдж выпадет да ну вот неплохо да восстановление крит урон хоть что-то но здесь хп это уже не пойдет это кому-то другому это там деду если когда-нибудь у меня будет дед в скобочках нет да потому что сейчас я его скипаю реранова будет через полгода В лучшем случае Тем более, на самом деле, прикол в том, что Да, опять же, у нас тут же Free-to-play вообще хорошо, кайф прям Балдежный Прикол в том, что вот я буду Юлу Гачить и буду пытаться дубль на нее словить Вот Можете пожелать мне удачи Это будет очень важный момент Ну там вообще, я уже сто раз говорил, серьезно Там будет прям Все на кончиках пальцев решаться Я решил именно дубль Пытаться получить, нежели пушку Потому что первый дубль даст примерно тот же Привост урона, как пушка Которая платная с БПХ Относительно пятерки, ну наоборот точнее Пятерка относительно платная, правда у нее нет Платной с БПХ, поэтому я на самом деле Получил бы больше Несколько урона, ну еще и внешка Как бы пушки решает, да Меч на Юлу, топ-1 По внешке, который я хочу, в принципе Пушка вторая, это хома, вот эти две пушки Я точно прям хочу, но Там есть факторы Факторы, первый фактор То, что пушка на физурон И она будет приклеена к Юле всегда И, ну в любом случае Я хочу ее всегда видеть на Юле Но сам психологический тот элемент Что вот, ну вот Я ее не особо никому больше не дам Если я возьму хому Когда-нибудь, в скобочках Скорее всего, никогда Вот Я, в принципе, хому могу кому угодно Ткнуть, да Розари, там Еще кому угодно Поняли Да, и она, в принципе, везде будет работать Если какой-нибудь новый копеечек выйдет Даже если я не буду им прям мега плотно играть Я все равно могу взять и потыкаться Да, с этим копьем То вот с мечом Юлы Я даже особо потыкаться никем не смогу Ну На Разора его брать Ну это, по-моему, вообще бред какой-то, да Зачем вообще пытаться это делать Во-первых, у меня его нет А во-вторых, даже если бы он был Зачем пытаться им играть Когда есть Юла Да, ну бред, в общем Вот Так что меч будет приклеен Во-вторых, там Пушка не очень Которая в паре идет Баннерная И Она, конечно, там Местами хороша Да Там для Бен это вообще отлично, например Но Мне она не особо интересует И, по сути дела, ощущение того, что О, у меня пятизвездочная пушка Есть никакого Вот И поэтому я решил, что нужно Гачить дубль Юлы Он даст, в принципе, приличного урона Потому что там хорошо начнет Синергироваться с ее основными скиллами Ну, то есть, как бы, без Ребят Второй консты Юлы Это такой пробник Ну, вот хотите, что делаете Что хотите, то и делаете с этим Да, то есть, она не будет играть полноценно Без второй консты Насосите Бибу То есть, какой-то урон у нее будет В принципе, данжи вы будете проходить Но вот, чтобы максимум раскрутить Вторая конста Это прям кровь из носа И больше никак А что прям вообще Супер турбо цифры Ну, естественно, нужна максимально Вот А что прям вообще Супер мега турбо цифры Это еще, естественно, и пушка Но, скорее всего, там нужна Не ее титульная Я вообще ролик про пушки сделал Не знаю Выложу его, не выложу Он получился не очень И вообще, как бы, ролики получаются не очень Я насчет самочувствия делал ролик Вот И объяснил, почему не очень И почему мне вообще все это не нравится Так вот Насчет миллилита Да То есть, в принципе, им можно что-то одеть И что-то использовать Здесь прикол в том, что Ну, тоже, на самом деле Ничего не падает из процентного Да, то есть Падает полная хрена тень Но Блин, нет Это полная хрена тень Да, это вообще трэш Но Знаете, в чем прикол В чем цимис У меня есть Вот такая вот Штука Вот серьезно Думаешь Блин Игра Ну, почему ты не даешь мне вот такой шмот На нормальных сетах На дамажных сетах-то Ё-моё Да Ну, смотрите Это просто супер балдеж 23 стата здесь уже Здесь полтора Ну, там, получается Я считал 14.95 По-моему Можно округлить до 15 Да, то есть Это уже сколько? 38 И еще 6 Это сколько? Да 44 атакующих статов Плюс еще и хпхи сверху Это просто вообще Unreal Шмотка Возможно Это будет одна из лучших Шмотка у меня вообще До посинения Да Очень годная шмотка Прям вообще супер годная И, блин Она падает Вот почему мне не упало Такое перо Вот сюда Да Почему вот сюда У меня падает Вот это вот Вот это вот Flat хп А сюда падает нормич Здесь, конечно, смазалось На самом деле Немножко процент хп Но плюс 16 Это выпало Я тоже там, по-моему Около тельтанул И такой Надо доточить И проверить, что будет Выпал последним крит-шанс Но он не максимальным проком Выпал Могло бы быть чуть-чуть побольше Но, в принципе, и так Шмотка очень вкусная В принципе, да Можно, опять же Как всегда сказать Воспользоваться таким Плацебо И сказать, что Ну, эту шмотку Всегда можно одеть В сломанный сет Ну, как бы Не в сет, точнее Да, потому что У нас одна свободная слота Один Но мы все прекрасно понимаем Что не в сет Мы будем одевать Что-то из Процентных шмоток А очень маловероятно Что мы будем одевать Это в левой шмотке Потому что, ну Словить правый Значительно И в нужный сет Значительно сложнее Вот Но, ребят Самое вкусное Вот здесь вот Вот на этой шмотке Тыц Смотрим Здесь все ушло Как надо, ребят Прикинься Это, по-моему, лучшая шмотка На данный момент у меня И перебиться Ее, по-моему, вообще Нереально будет Да 19,5 крит урона Еще считается Почти двадцатка Ну, значит 19 плюс Это уже Уже Сколько? 39 статов И здесь еще 7 Да Ну, 45 Полезных статов Еще хп-хи Серьезно Вот эти две шмотки Вот, просто Берешь кого-то Кто играет Там, кому нужен хп Да Вот этот вот Например Например Кто такой есть На самом деле Хрен знает По-моему Хутау, что ли Там что-то с хп связано Нет Ну, Хутау Через хомо Она играет по хп-шкам Да То есть У нее хп-шки За счет хомо Скелятся в атаку И, в принципе Наверное Можно делать Какой-то упоротый билд Да Чисто через вот Такого Ну, он, наверное Будет менее эффективный Но, опять же Статы Полезные статы Они часто полезнее Бонуса сета Да То есть Какой-нибудь Много статов Дадут вам больше Чем если Оденете нужный сет Но он будет вообще Там давать ноль Какой-нибудь Вот Вот здесь Толка вообще ничего не дает Да еще и как бы Сила атаки Но это Это что первое Мне выпало Я то и заточил Это я еще Когда байдой играл Да делюкат Да То есть Вот что было То и заточил То есть Ну, совсем То есть Просто 14 крит урона Еще и атака Вместо того Чтобы должен быть Там электро урон Или физ урон Да То есть Ну, слабая Слабая шмотка И вместо такого Одеть Например, что-то такое Не в сет Было бы, наверное, полезнее Серьезно Очень жесткая шмотина Да Но вот, блин Серьезно Падает совершенно Не то, что надо Но Это можно одеть На фишель Как я уже сказал Да То есть Вот две шмотки под фишель Уже есть Считайте В итоге У меня будет Саб ДПС Реактор Одет лучше, чем Мейн Потому что Ну, вот потому Да То есть Нужно еще что-то Выцадить отсюда Да Что-нибудь такое Носило атаку Ну, вот Типа вот такое Да Заточить Вот считайте Уже третья шмотка И Какой-нибудь кубок Или шапку Еще надо Да Четвертый Ну, шапки Вообще, как видите Нету никаких шапок Там может быть, кстати Фиольная что-то есть Я фиольную не очень люблю Потому что В итоге Мало дает Да В принципе Это лучшее Что я смог найти Опять же На Мейн Да Персонажа Шанс Критас Хоть чем-то атакующим Это вот лучше Есть еще такие Кстати Ну, это можно, наверное, онлочить Вряд ли мне пригодится Когда-либо Да, такая Наверное, это Нет смысла уже В этом цветке Да, потому что Я уже показывал У меня есть получше цветки И шанс Что-то, может, они заточатся Хуже Чем вот Та Фиольная Наверное, никакой Да, потому что Здесь, ну Если только все начнет уходить В силу атаки Мастерку Здесь хотя бы Ну, нет Сюда что-нибудь-то точно прокнет Да, преимущество все равно есть Потому что Ну, потому что Хотя, ладно, давайте оставим Все-таки Золочение Вдруг там реально все плохо пойдет Потому что На самом деле Вот как раз-таки Флатовые шмотки Ну, флатовый цветок В принципе, можно и фиольный Наверное, да Потому что Ну, блин Поменьше хп будет На один прок здесь меньше Но это не настолько чувствуется Как По-моему Разница между фиолом И легендаркой На процентных шмотках Там Больше 10% В итоге бонусов Поэтому я не очень люблю Фиольный шмот Да, то есть Ну Но Как бы, ребят Что есть Вот просто Больше ничего не предлагается Вот просто Держи такую вот Шапку И еще вот такая шапка Вчера выпала Ну, вот Сами видите Что с ней Да, то есть Вот Это лучшее Что есть На хотя бы Какую-то атаку Да, в теслоты Ну, тут На самом деле Да, это вообще не в сет То есть Все, которые бонус дают Которые там Стихийный бонус дают К урону Я их все сейвлю Ну, все, которые В которых хотя бы Одна есть полезная хрень И то В надежде, что вдруг Оно заточится Да, ну вот эти перья Наверное, уже не нужны Да, то есть Оно и не залочено Ну, вот это первое Наверное, тоже Точно не нужна Много перьев Я лочил Можно, наверное, все Умлокнуть Но с другой стороны Держишь, что вдруг Вот одному персонажа Одно дам Да, потом другому Там чем-нибудь другое Чтобы хотя бы была Какая-то альтернация Да, не просто В одной шмотке Торчать То есть Вот то, что я фармил С данжем До выхода нового данжа То есть как новые добавили Я, в общем-то Больше ничего не фармил Да, ну Че это за бейцы Просто один шанс крита Ну, вот здесь два Но цветок увидели У меня есть Цветок самый жесткий В принципе, из этого сета Но тоже держу Вдруг кому-то Альтернатива потребуется И, собственно Это все, ребят Да, то есть Вот сколько я наиграл Уже три месяца И это вот все Что как бы есть Полный трэш И садамии Да, это вот лучшая Шапка на крит В принципе Единственная шапка На крит шанс Заточенная на 20 Которая не дает Ровным счетом Ничего Да, персонажа Но просто ради крит шанса Я ее втачил И если тут потыкаться То все так же плохо будет Ну, вот, кстати Гладиатор на пиро В принципе Он на делюке, по-моему Это был Этот кубок Да, и я там Что-то переодел Машмот Чуть-чуть поменял Не особо, по-моему Выиграл Или наоборот Я его точил Под делюка Но в итоге Тот шмот, который сейчас есть Он, в принципе Лучше выглядит А если на пиро Там 20% Крита Еще тут Ну, наскрябывается Да, тут 40 статов В принципе Наскрябывается Здесь у нас Ну, здесь Восстановление В принципе Восстановление энергии Наверное, не так уж и плохо В принципе Я задалека Ультую постоянно Да, но опять же Хотелось бы, наверное Что-то другое Самое интересное Что здесь Сами вообще Просто забейте Часов адекватно Тупо нет И я еще пытался Высматривать Что-то адекватное А потом просто В какой-то момент Понял, что Мне хотя бы Что-то нужно Вообще высматривать Хотя бы один Чтоб стат был Полезный И просто забей Потому что Просто ничего Нет на силу атаки Потому что Я такой смотрю И просто Вот Шмотка Здесь Понимаю Вообще Толком ничего Да, то есть Я такой думаю Ну, надо хотя бы Что-то пытаться ловить Так что На фоне Как вы видите Вот чего-то такого Вот эти часы Еще не выглядят Настолько уж ужасно Как могло показаться Да Так что Так же И вот эти вот Часы Которые я тут Налочил На фоне Имеющегося Ассортимента Они тоже Начинают выглядеть В принципе Ничего так Вот С кубками Ну, кубков На самом деле Много падает И на самом деле Такое ощущение И я не один раз Слышал тоже Такие жалобы И еще такие высказывания Что такое ощущение Мейн Защиты Падает чаще всех Да Потому что Серьезно Такое ощущение Чуть ли не Две из трех шмотки Это мейн защита Ну, я не знаю Что с этим делать Абсолютно бесполезно Пытаться вот эти выбивать Да, потому что Ну, типа Тупо дают мейн защиту Это самый ненужный стат Ну, по-моему Вообще Никто его, по-моему Не собирает Не знаю Может быть Каким-нибудь ценой Или Может быть Я не уверен Но такое ощущение Вообще никто Да Это просто мусор Сразу Крест на шмотке И даже можно Не смотреть Что за сапстаты Да И их падает Такое ощущение Больше всего Ну, вот Здесь еще Хотя бы падают Какие-то Статы, да На На стихийку Поэтому они не в сеты Как правило Собственно Кубки одеваются Не в сет Потому что Словить все нужное Unreal У меня не выпало Вот я Тут несколько недель Посидел Не выпало Ни одного С этого данжа Ни одному Блин Кубка Вообще Хоть какого-то сета Что у Мелилита Что там Этого талого Огня На физ урон Просто ничего не выпало Соответственно На физуху Я, скорее всего Вот Что-то есть такое Да Здесь можно сортировануть На бонус Физухи Это по-моему Две единственные шмотки Которые А нет Вот еще есть Вот еще есть Но это же фиольная Да, фиольная И все Ну то есть Здесь вообще Забейте трэш Здесь Ну тоже Забейте трэш То есть Вот Ну вот это Нужно будет Скорее Суточить Да Хоть что-то Либо Это хуже И это Тоже хуже Ну то есть Вот Самый Оптимум вариант Сюда словить еще Какой-нибудь Крит шанс Или восстановление Кстати я могу Может быть сейчас Словить У меня такое ощущение Что я сейчас Ничего не смогу Хотя Может быть И на до И может быть Сейчас там Анлокнем Какое-нибудь Говно Которое На золотшине Лежит Да Или сейчас Х2 Может быть Прокнет Ага Прокнет тут Х2 Х5 Х20 Все Прокнуло Да Но все равно Хватает На плюс 4 Но нам нужен Как бы Крит шанс Или восстановление Давай игра Крит шанс Восстановление Защиту Держи Наслаждайся Жизнь Серег Вот Ну в общем 50 на 50 Нужно выиграть Все проки 50 на 50 Да Потому что 50% Что будет говнина 50% Что в принципе Что-то норме А в идеале В крит урон Все словить Да И в принципе В принципе Можно сказать Что кубок На физуху Если нормально Туда прям реально Все напрокает Можешь сказать Что кубок На физуху Есть Да Но И все При этом Соответственно Вот эти две шмотки Должны быть с этого У меня Да Либо рыцарь Либо Талый этот огонь Нет ни того Ни другого Как вы можете заметить Вот Соответственно Фармить Это все еще и фармит На самом деле Я бы сейчас отдал Приоритет Фарму Как раз таки Данже Где падает рыцарь Потому что Оттуда еще падает Знать Знать тоже Нужна очень дохренище Она нужна Как минимум Для Беннета Мне там На Беннете Знать Где-то просто Настолько бомжарская Она еще и не вточена Потому что втачивать Ее бессмысленно То есть Смысл вот это Точит Я не знаю Такое дело Думаю Ну бонус лечение Наверное будет полезно А сейчас думаю Что в общем-то Это не то что нужно Беннету там Ну не страдаешь От дефицита хила Когда ты стоишь В луже его Да То есть Точно не то что тебе надо Но Мне казалось Что это нормичная идея Когда я только начинал Да То есть Я практически Вот в первый там Месяц Что-то вывел В первый месяц Когда дошел до 45 Я в общем-то Миллион раз говорил Я собственно И качался Блин Страдал в игре Только ради того Чтобы взять 45 И заняться Вот Интересной составляющей игры И фармом артефактов Да В итоге Блин Меня заставляют Фармить все что угодно Кроме артефактов Вот Поэтому меня это угнетает И прям Вот это мне прям Не нравится Вот То есть Вот что-то выбилось То я делал Ну хп Беннету больше ничего не надо Да Ему ничего не дает Ничего ему не добавится На урон его собирать Ну такое себе Можно конечно Но по сути дела Просто до хрена хп Собираешь и все Естественно Здесь тоже что-то на хп И тоже на забейте На какие-то статы Какие тут проку Это еще забейте По сути дела Нужно просто Эти шмотки вточить До двадцатки Но просто нет ресурсов Чтобы это сделать Вот Ну и там Вот В принципе Корону надо поменять Это вообще Плюс 4 перо Да Ну вот Перо можно тоже Четка Обновить Так скажем И найти что-то поинтереснее По-моему Вот это перо стояло На беннце Вот Я отдал Дионе С Дионом Та же самая батва Да То есть На Дионе нужно Просто посет Кстати Вот этот цветок Один единственный Из этого сета Который я сохранил Личит мастерка стихий Они вроде бы были Какие-то неплохие Но я их в итоге Все выкинул Просто потому что Не знаю Никто их практически Не использует Есть там конечно Случаи Когда это можно использовать Но Когда я их выкидывал Я еще особо не шарил Поэтому просто выкинул За ненадобность Не особо актуальный сет Вот А этот заточился Мне казалось На самом деле Что мне заточилось Очень круто Когда-то Да Потому что Крит урон 7% Силу атаки 10% Восстановление энергии Мне казалось Что прям вообще Шмотка Вообще Прям балдежный Суперский И все такое прочее Сейчас я на него смотрю Понимаю Что шмотка Ну Ну так Ну вот На бенде Она заточкой служит Соответственно На Зиона Тоже нужно Фармить Шмота и заточку Че сейчас На ней вообще Одет Ну да Древнее знать Но тут еще хуже Ребят Одет цветок Ну просто потому что Чтоб статы дал Что-то было Да Вот там Может быть остатки Как раз таки Я там Игрался Что заточить Дзюлюку Да И вот возможно Я пытался Через этот цветок Одеться Да Но что-то не сложилось Не прокатило Не фартануло Да Отжал у Беннента Перо Да Ну просто Опять же Опять же Че нужно Блин на Дионе По сути Сделал Реген И больше ей толку Ничего не нужно Потому что Ну там ХПшек Просто чтобы она Не сдыхала Да ХП до реген Больше че Да Соответственно В принципе Я поэтому и одел Этот цветок Потому что здесь 15% восстановления Вот Потрясающие часы Да На мастерку Для хила Прям очень нужно Но просто отдел Как затычка Просто потому что Ничего нет Как упали Да Здесь Сила атаки Ну просто Потому что я не знаю Почему я это вообще Затачивал Не спрашивайте у меня Это надо спрашивать у Сергея Прослого Почему он решил Вот эту хренатень заточить Но вот он ее заточил И вот Она Кстати Кстати Возможно Возможно Эта шмотка была на На Моне Потому что у меня ничего не было И нужно было Хоть как-то разгонять урон И на Моне Была именно Вот этот сет Два куска сета Вот этого Да Знаете Сейчас там Кстати Что сейчас на Моне одета Но и здесь тоже Опять же Такой треш Ну то есть В принципе Знать Можно подфармить Да На ту же Мону Можно знать Подфармить На самом деле Знать Такой ходовой сет Я бы сказал В принципе Вот Много куда его можно впихануть И много где он будет работать Да На ту же Сянь Лин Да Одеваешь Знать Две знати Плюс две там Дэмэджерные Да Шмотки на пир урон И погнал Вот Соответственно На байду Одеваешь две знати Плюс две электро Ну то есть Вы поняли Да На всех практически Саб дпсеров Которые играют Через тыкнула ульта Одеваешь знать Штука нормальная Полезная Вот да Здесь на Моне У меня две знати Одета И сердце глубин На Моне Я кстати Шмот тогда подразогнал Не доточил его Конечно Но Я его разгонял Чтобы фармить Вообще Мону разгонял Чтобы фармить Как раз таки Пироданж Потому что Ну проблемно Фармить Там был Байдой Она что-то там Вообще не работала Ну и Делюком Там тоже особо Не попироданжишь Потому что Первые мобы Чисто иммунны К этому Если в принципе Прострадать Дальше иммуна Там особо нет Но Часто там Просто сливаешься На первых мобах Кстати Насчет сливаешься Вот Фармится Знато данж И рыцарь Это вообще боль По-моему Там в версии 1.5 Пофиксили Суперстрадку Через Встал в углу Притепешилось Два моба А третий Не притепешился Как мне показалось Я туда сбегал Вот в 1.5 Версии В начале Там может быть Раза 3-4 Пока я там Еще новый данж Не открыл Пока я там Не расчухал Ничего Да И такое ощущение Там сразу все 3 Сразу тпшили Начали тпшиться И там просто Вайп за вайпом шел Да Как шутка за шуткой Там вайп за вайпом Так что если там реально Может быть вы уже бегали Потому что я Как уже сказал Я забил туда бегать Бегаю только вот в новый данж Если вы туда бегали За патчете на 5 Скажите реально там Это пофиксили И теперь там Страта это вообще не работает Либо работает Там Гораздо точнее Нужно там Пытаться их заагрить В общем Там сложно Ребят Сосал его там Еще то Вот Но я пытался разгонять Вот моно В принципе моно Туда можно ходить Да Но я ее не настолько Жестко разогнал И как мейн дебейсер Она как бы Биба еще там Вот Соответственно Цветок Ну В принципе опять же Мастерка Восстановление энергии Мони в принципе Подходит На самом деле опять же Я посмотрел 1500 миллионов роликов По оптимальному По оптимальной сборке И там чего сравнивал Часы Мастерка Атака И реген И реген дал Худшие показатели Относительно всех остальных В принципе Мастерка В каких-то ситуациях Соизмеримых Где-то по-моему даже лучше Ну если через прок ульты Там-то Да Через реакцию То она чуть получше Чем атака Ну атака стабильная Самая такая Универсальная Вот Но Это как бы Мейн часы Да И смысл такое дело Но Как побочка Где-то в шмоте В принципе Это неплохо То есть Это все равно Атаки чутка Все-таки добавят Ну и ульт Кастовать чаще Это тоже приятно Да Надо учитывать Что ульт Какой бы он хороший Не был Если ты его не кастуешь То Толку с него никакого Да Точно так же Как мертвые Не дамажат Так же Как и персонажи Без энерджи ричарджа Тоже не дамажат Да Ульт не кастует Точнее Вот Так что в принципе Да Все улетело В восстановлении Супер пососня Но какие-то Такой частоты Все равно есть Еще одно перо Которое Ну в принципе Не худшее Оно почему плюс 16 Потому что Ты такой на него смотришь Вроде бы есть крит урон Вроде бы крит шанс Но в них ничего не прокнуло Да И Просто неохота Дотачивать до плюс 20 Такой мусор Да и ресурсов нет Как вы понимаете Да Часы Ну вот что-то Что-то Да Что-то есть Опять же Проки в защиту Сказали Серега Наслаждайся Вот Если бы Еще пару проков Было бы в крит урон ушло И там было бы 35 каких-нибудь процентов Крит урона Я бы сказал Что шмотка Прям балдежная А так Ну Пойдет в принципе Крепенько Да Пользоваться можно Здесь кстати Это единственная Шмотка по-моему Ну из заточенных Так точно Это где Бонус урона Соответствует сету Да И это Позволяет Флекс Шмотку Одеть какую-то другую Не кубок Здесь опять же Миллион Восстановления энергии Шанс крита ХП И в общем-то Толком Ничего Кроме восстановления энергии Можно сказать Что ничего нет Но для Моны В принципе Как я уже Только что объяснил Почему бы нет Поэтому я доточил До двадцатки И вот Это такая затычка По сути дела На случай Если какие-то Другие шмотки Более выгодные Есть что-то Получше Да В принципе Пусть висит Ну и вот Потрясающая шапка Да Вот Крит попадания Как я уже сказал Потому что Тупо нет ничего Шапок тоже никаких И Ну если я поставлю Сюда лучше Что-то получше На гидроурон Если вообще Что-то получше У меня есть На гидроурон Там вроде Что-то падало Вот Типа вот Такое Вот Чуть-чуть получше Да Не сказать Что прям Вау Вот это Очень известно Как заточится Это Ну такое Около забей Окс А нет Это блин Другой кубок Е-мое Весовно другой Нет Ну и все Тут уже Все остальное Пососновое Да Да В принципе Вот это Можно разогнать Может быть Она там нормально Да Заточится Но Что толку Я разгоню Если у меня нету Шапок Да Нормальных Здесь Просто уровень Поэтому Ну вот Одеты Как-то так На самом деле У моно нормальная Плюс-минус нормальная Стоты получились 47 Шанс крита И крит урон 75 Ну да Крит урон очень мало Здесь нужно Больше 100 крит урона В принципе Выдавливать Но Для этого Нужна нормальная пушка На крит урон Я вообще не помню Есть там каталы На крит урон Но этот Да Черногор На крит урон Вот в принципе Можно на черногор взять Потому что Ну в принципе Каталов нормальных В игре в принципе Нету Они все какие-то Убер пососные Среди четверок Я имею ввиду Все какие-то Инвалидные Нормальный катал Там Атлас по-моему Да Пятизвездочный Вот он прям нормальный Вот И кроме него Больше ничего нет Такого прям Чтобы Рвало-разрывало Да Здесь я вкачал Вот Крафтовый Причем я по-моему Уже третья ранка Могу и вточить Но Как я уже сказал Слабо Да и мастерка не нужна На самом деле Нужен черногор Да Но я жмочусь К сожалению Толком ресурсов нет На черногор То есть Что с черногором Да Заканчивая сегодняшний ролик Что с черногором Если зайдем в магаз Что по черногору То есть Катал нужен Пика в принципе Опять же Где-то даже кому-то Может быть лучше Чем то что есть С четверок Там С пиками тоже Достаточно все печально Лук Ну вот на лук Можно наверное Подзабить пока Потому что От идеи вкачивать Чайлда Я отказался По той простой причине Что Ну то есть Для чего он может Подойти В теории Он может подойти Как Вот Затычка Для прохождения Говноданджей Ого Круто А в Абисе Вероятность Вероятность С того что Я его буду брать И он там будет Хорошо прям Вот Отрабатывать Свой слот Почти что нету Потому что Блин Он кастрат Че подел Перс кастрат И Сейчас Инвестироваться В него Да То есть Опять же Ресурсы Гриндить Которые мне Гриндить Не хочется А если их не гриндить Они будут капать В час по чайной ложке Фарм Артефактов На него Да Это Ну в принципе На нормальный Данж Вот этот Водно-ледяной данж Он нормичный Там конечно тоже Вайпы С Рандомами Происходят Периодически Но в целом Протерпеть Можно его как-то Наверное Кстати Юлу его не пофармить Будет Толком Ну можно Но не очень приятно Нужно далеком Туда бегаться Вот так что Видите Не складывается Никак Вот Ледяной данж В принципе Нормич Потому что Можно надеть Опять же Мону По лучшему Ну водными Шмотками Потом В баннере Юлы Будет Кто он там Синьцю Я все время забываю На русском На английском Там просто Абракадабра Вот Ну примерно Похоже звучит Короче Синий Четырехзвездочный Реактор В принципе Лучший И единственный Вот И на него тоже Как бы водный Сет не помешал бы С одной стороны Да Ледяной сет Ну Юли точно нет Но в целом Есть Кривы персонажи Которым Можно было бы отдать Тем более иногда Они нужны Там какой-нибудь Опять же Может быть в Абисе Такое Что тебе прям Кровь из носа Нужен Крио Перс Да То есть ты Ну с Крио Дамагером Опять же В обоих Например Патти Опять же С одной Патти Проблема решена Будет через Юлу Но возможно И во второй Патти Тоже нужен Какой-нибудь Крио Перс Например Я просто сейчас беру Как Крио Блин Заклинило Кто он там Стартовый Четверка Криошная Вот Но он там Вообще не одетый И То есть В принципе работает Но если ты ловишь Там тычку лицом То он практически сдох Моговенно Блин Я думаю вы поняли О ком речь Но давайте глянем И заодно покажу Что там одето Блин Никуда нашел Ну я говорю Блин я в двух кнопках Путаюсь постоянно Да Открыть инвентарь Открыть блин Список персонажей И все время Путать Ке Да у него артефакты Вообще одеты Балдежные В принципе Да Крио урон Шанс крита Потрясающий шмот Плюс 4 Плюс 0 Плюс 0 Плюс 0 Плюс 4 Да И по статам Он с 40 уровня И у него 6000 здоровья То есть ты ловишь плюху в абисе И до свидания Вот Поэтому Ну что-то можно было бы Ему тоже одеть Так На этот раз не сюда Вот Так что данж в принципе нормичный Но Фармить я его скорее всего Не буду в ближайшее время Да Так что в общем-то Вернуться к теме С черногором То есть лук В принципе мне не нужен На самом деле Я вот еще думал Знаете упоротую тему Взять Одна руч Для Беннета Потому что у него самая высокая базовая атака Да 44 И у него еще крит урон Потому что Ну у Крафтового по-моему там Чем там Прототип говна какого-то Да По-моему у него тоже база 44 Вот Но у него там Бонус физ урона что ли Там вообще какой-то Трешевый саб Вот А так как Беннету в общем-то Ничего толком не надо Кроме Энерджи ричардж ДХПшек Да А в пушке только база Важна Крит урон В принципе Может позволить ему Больше дамажить Чисто тыком Ульты И тыкой Ешки Да Потому что опять же Беннет часто используется Как чел Который ломает Кому-нибудь Какие-нибудь щиты Опять же Текущий абис Там через Беннета Раскручивают Причем там есть Кстати Очень прикольная Тема Ну я хотел даже ролик заснять Но так как я сам не прохожу Я решил Не ввязываться Беннет Через электросет Народ Вот Потому что он позволяет Кулдаунить Ешку И там вот этих двух Чепушей финальных Чисто Беннет Ломают ему Потому что просто Кулдауниют Ешку Там до бесконечности Быстро Да И Ну и соответственно Это быстрый способ Сломать щиты Вот Так что я думал Не одеть ли Не взять ли вот такой Мечик Чисто ему Чтобы он больше Дамажил Да То есть все таки Какой-то Сабдэмэдж Чтобы с него был На случай Если это полезно Почему это может быть полезно Я только что объяснил Но Это очень слабо На самом деле Плюс Сейчас в игре Появился новый Четырехзвездочный Мечик У него база Срок 5 Да Он Самый Дамажный Мечик Из всех И Сабстат У него конечно Говно Вот Это вот тоже Для Беннета Говно Да Ранг Ну вот Блин Скилл Но как бы Зато по базе Будет жесткий Может выпадет Да В сессию с Юлой Там на самом деле Много чего Может интересного По пушкам выпасть В скобочках Ничего Опять же Черногор Ну Я эту тему обсуждал В ролике Пушек Юлы Про Черногор Вручные Такой себе Покупка Как по мне Вот И Ну с учетом того Что мне нужен Беннет Опять же Очень хорошо было бы Если он не выпал Почему Потому что Ну это 7 Как бы круток И 7 круток Это ну почти 10% гаранта Да То есть На одной части Увесов 10% Гаранта От пятерки Да Понятное дело Что там 50 на 50 И вот это все Ну хотя бы что-то На другой части Увесов С1 Беннета Ну так как Беннет Это в принципе Единственная четверка Которую точно Нужно С1 брать Да Это вот единственный персонаж Которую я наверное Куплю из этого шопа Когда-либо Ну может быть Розарию еще куплю Хотя тоже Вилами по воде Вот да То есть Придется раскошелиться Но надеюсь Что он выпадет В скобочках нет Не выпадет Вот И еще насчет Темы выпадения Чел в дискорде писал Или это в комментариях Не по-моему это в комментариях Был С каким-то роликом Чел пишет Мне говорят За 78 что ли Или за 70 круток Выпало 3 деда И ты думаешь Ну блин Ну чел Ну что там Начинаешь-то Да Душить 3 деда За 70 круток Это просто забейся Да А потом такие челы Приходят И говорят Ну игра free to play Все доступна Вообще все free to play Вообще кайф У меня вот там уже 200 пятерок Есть все пушки Пятого ранга Метовые Шестые консты На топ 1 персонажах В игре Ну и free to play Еще копейки не вложил Серега не понимаю Что ты жалуешься Я на самом деле Как вы могли заметить Если могли заметить Я слил уже Стандартные молитвы Вот Кусочек Просто чтобы Когда Юла выйдет Я не ковырялся Со стандартом Сначала я просто Этот кусок вклею И все Для вас это вообще Никакой разницы не будет Да что я вот Нажал бы Все одним дублем Условно говоря Тем более все равно Какие-то вдруг Вырезки будут Даже одна дублем Не будет Или я бы нажал На 5 дней раньше Вообще никакой разницы Вот Я надеялся Поймать что-нибудь Вот Что я поймал Спойлерить не буду Вы узнаете В ролике с Юлой Что же я там поймал Вот Так что Я надеюсь Может быть Беннет выпадет Да И Мы попробуем Прокрутить Юлу И получить с нее Что-нибудь Хорошее Да Хотя бы Дубль Юлы То есть Варианты там Какие Да Почему я опять же Возвращаюсь Сказать Ну если мне выпадет 3 Юлы за 70 За вот эти 80 круток Это будет Абасака Да Это прям Турбомета Я буду в восторге Это понятно Потому что Ну Вторая конста Must have Вот это все Ну хотя бы первая Да То есть вариант То есть Два гаранта Какие варики Ну там на самом деле На второй гаранта Не хватит Скорее всего Там Если прям все Прям в упор до гаранта Будет То не хватит А там будем думать Что делать Вот Но если представить Что вот Два персонажа Два гаранта Да То есть Одна Юла Другая 50 на 50 Варик какой Первый Выпадает дубль Юлы И тем самым В принципе Остается всего лишь Один дубль Юлы Для Второй консты Что выглядит Менее Удручающе Чем еще два дубля персонажа Согласитесь Вот Но здесь правда прикол в том Что если учитывать Что на один гарант Копить где-то 3 месяца Но если вот Учитывать Что я не закрываю Да Абис Если закрывать То там где-то 2,5 месяца Получается Я не закрываю Ну там может быть Чуть-чуть поменьше Чем 20,5 Я не закрываю Это 3 Да На гарант Нужно полгода Получается Чтобы 100% Взять дубль будет Да Плюс-минус Вот мы видим Рераны персонажа Как раз начинаются Спустя полгода Да Там уже все практически Прошли рераны Да Там был Глинамес Дед Гай Гай Не было Да Сейчас там Кли реранят Ну и вот это все Чего-то типа такого Да То есть где-то на полгода Надо рассчитывать Что персонаж вернется И соответственно Из этих побуждений По сути дела Мне уже сейчас Нужно начинать Будет копить Блин Все свои собережения И на протяжении полугода Никого не пытаться Получать Вдумайтесь в это Просто чтобы вкачать Сто процентов Получить возможность Вкачения Вкачивания Блин Юлы Да Второй консты Просто потрясающий Фритуплейный экспириенс Лучший на свете Монетизация Балдежная Вау Эмейзинг Да И все такое прочее Так что вы понимаете Что это максимально Печально И вот Рассказ о том Что чел за 70 кликов Там получает Три дубля На баннерного персонажа Это конечно С серпом по яйцам Вот Соответственно Варик какой Получаем дубль На Юлу В принципе Но вот Перспектива выглядит Как полгода Больше никого не гачируем И добиваем Юлу Когда появляется Юри Ран Ну класс Балдежки я уже сказал Но если мы не получаем Ее гарант Нам нужно будет год копить Да Чтобы 100% Получить В любом случае мы копим Ну там же на самом деле вопрос Да Потому что Ну вы поняли да Почему я говорю Что первые конста Это тут такой вариант Который сильно меняет ситуацию Да Потому что когда ты считаешь Два гаранта по полгода Это прям Это уже год Да И Ну это совсем днище Да То есть Понятное дело Что мы опять же Нужно будет начинать прямо сейчас То есть вот Вариант да Мы не получили дубль Юлу Начинаем копить на гарант Прямо сейчас Через полгода Юла реранец У нас гарант Да Мы клацаем Там опять же вариант Все таки вы выиграли 50 на 50 Окич Пытаемся значит Выиграть второй раз 50 на 50 Ну два подряда Я что-то вообще не верю в такое Если не выиграли 50 на 50 Значит мы получили только Один дубль На персонажа Спустя полгода И нам нужно еще полгода Ждать его Второй реран Чтобы еще раз попытаться Вот Выиграть 50 на 50 С первой попытки Чтобы у нас остался один гарант На что-нибудь еще Ну вы поняли То есть в сумме Это выглядит настолько Пососно дерьмо Настолько удручающе И просто Угнетающе Что словами не передать Поэтому лучше выиграть Сейчас будет ребят Хотя бы Первая 50 на 50 Из двух И так далее Потому что если я не выиграю То вот эта вот перспектива Меня совершенно не радует И скорее всего Я не буду так уже делать Мне кажется Потому что я буду пытаться Ну наверное будем пытаться Кого-нибудь поймать Из 1.7 Потом может быть там В 1.9 Уже будет какой-нибудь Реран гоню Я очень надеюсь Что не раньше 1.9 Потому что с 1.7 До 1.8 Я не успею на гарант накопить Да То есть там перспектива То есть дальше крутить 1.7 Дальше 1.9 Но так вот через патч Да то есть дальше там 2.1 Ну условно И так далее И тому подобное И хотя бы получить Еще дополнительных персонажей Потому что по сути дела Да у меня будет Одна патча через Юлу Но у второй патча будет делюг А это как бы Не то чем тоже хочется играть Да соответственно Нужно еще кто-то Для снообразия И из таких побуждений Ну перспективы Собирать дальше Пытаться как-то Раскручивать Юлу Вы понимаете что нет Соответственно если Нам не выпадает Дубль Юлы Нам выпадает Какое-нибудь говно Стандартное В идеале Там пушка Ну и так далее И так далее И так далее Вот Выпадает скорее всего говно Ну потому что Вот Наслаждаясь И тем не менее У этого варианта Есть плюс Да мы получили мусор Ну скорее всего Да с большей вероятностью Получим мусор Так же как я получил Уже с дефолта Но Это нам в сетапе Гарант дальше И соответственно Опять же Имеет смысл Вместо того Чтобы там что-то Мусолиться Нам не нужно Дважды будет Варьировать Если мы проигрываем Сейчас Мы один берем И там дальше Только 50 на 50 То есть не год А 9 месяцев Я что-то Фигню сказал Но все равно Это слишком долго Вот так вот У нас считайте Гарант Ну то есть Прикол то в том Что мы сетапим Гарант И в любом случае Полгода Мы никого не имеем Права кликать Потому что нам Этот гарант Нужно было Будет сохранять На дубль Юла То есть мы будем Зажаты Пока она не реранится Соответственно Вариант Сами понимаете Пососный А если мы Кого-то берем Соответственно Нам нужно Будет опять Выигрывать 50 на 50 Ну вы поняли То есть ситуация Патовая То есть не перспективная Совершенно Если мы проигрываем Сейчас Но мы сетапим То есть альтернативу Мы сетапим Себе гарант И соответственно Берем кого-то В 1.7 Если я успею Накопить на гарантов До 1.7 В принципе Должен В принципе Должен Но нужно конечно Начать закрывать Абис Прям вот Еще вчера Сейчас я туда Даже не полез Потому что Второй пати Тупо нету Да Мейн Депейсер Никакого разгонить Не хочу Вот Разгоню Иулу И вот как бы Буду Чем есть Пытаться уже Там пробиться В принципе Даже если я Хоть как-то Буду проходить Даже если я Там 50% наград Буду собирать Это уже будут В принципе Хоть какие-то Добавочные Гемы И вот эти 3 месяца На гарант Они чуть-чуть Подсхородятся Для меня Даже если они Дойдут до 2.5 Это уже будет Чуть поприятнее Да Согласитесь Учитывая что Это как правило Подготовка к Юле Такое вот у нас Все Поэтому Как вы понимаете Очень-очень Очень будет Такой Нервный Момент Да Катчирование Очень важный И как вы видите Варианты очень разные Да Они совершенно разные Нам будут открывать Перспективы На будущее Ну опять же Хотя Просто Смотрите Если мы выигрываем Да 50 на 50 Вопрос Пытаться ли еще Ну Какой-то баннер Крутонос До Рерана Юла Да То есть Ну то есть Из перспективы Что я проиграю 50 на 50 Ну засетаплю себе Гаранта Да Следующий дубль Получу Но ведь можно будет И выиграть 50 на 50 И соответственно Нас это никак не сдвинет Да Соответственно Я уже тогда не успею Накопить на 2 гаранта До Рерана Юла Вы поняли Да То есть Там еще тоже Нужно думать Будет Думать над этим Нужно будет долго Над Юлой Я наверное целую неделю Думал Что делать Вариантов прям Уйма Прям реально Уймам Вариантов Что делать То есть Пытаться гачировать То есть Варианты какие Гачировать Юлу Плюс гачировать пушку Потому что Пушка дэмэдж Визуал Это очень важно Или например Не гачировать пушку А сохранить эти гемы На кого-то другого Да Там на патч 1.7 На 1.6 Ну в 1.6 Никто меня не интересует 1.7 Или там 1.8 1.9 Там конечно нет Вообще никакой инфы Что там будет Но Можно предположить Что там может быть Ганью Да Примерно Сопоставляя сроки Реранов Других персонажей Что где-то в таких Там областях Она может появиться Вот Соответственно Просто сохранить Гема Да На кого-то Альтернативный вариант Вообще Все гемы Сохранить Вообще не брать Юлу Потому что Ну до того Как я изучил Что там по цифрам Будет Было непонятно Будет она выдавать Что-то или не будет Но вроде понятно Что будет выдавать Но опять же Это будет физурон Вещь специфическая Да Но тем не менее Цифра в принципе Нормальная Ну если не будут Прямо супертоповые Ну будем просто считать Что это такой Хипстерский Да Не метовый Не турбометовый Персонаж Но хипстерский И тем В какой-то степени Приятнее играть Да Ты не чувствуешь С тебя мета рабом И вот этим всем Так вот Естественно Вариант Не брать отпал Когда я изучил Что по цифрам Стал вариант Что брать Да То есть брать пушку Или пытаться дубль Заполучить Ну мы поняли В итоге остановился На попытке Забрать дубль Тем более что в принципе Если нам гипер повезет Ну на это рассчитывать Конечно бессмысленно Вдруг там еще одна пятерка То есть за там Один гарант Две пятерки словим Это было бы ништяково Но правда проблема будет Если мы там словим Например гарант На середине Ну точнее пятерку На середине гаранта То еще раз И это будет Офф баннерная Да То есть смотрите Сферическая вакууми Совсем ситуация Берем юлу Гаранту Дальше Берем пятерку Офф баннерную Где-то за половину гаранта Остается половина гаранта Проблема в том Что до конца баннера юлу Я скорее всего не успею Добить гарант Чтобы вот добрать Да Ее дубль еще один Вот в чем беда Печаль там Ну потому что Блин не хватает Круток Серьезно Слишком не хватает И о чем я вот Опять же В цикле про Донатную помойку Говорю Тут ценники Слишком задранно Они ну Будь они хотя бы в два раза Дешевле В принципе можно было сказать Что со скрипом играется Да То есть какие-то консты Ты можешь брать Будучи флютоплейщиком Какие-то даже Пятизвездочные пушки Ты можешь брать И в принципе Это не требует У тебя там Каких-то безумно Долгих сроков Да А по идее Ценники должны быть В три раза дешевле Тупо в три раза дешевле И тогда там То есть ты берешь персонажа Раз в три недели Тогда да Ты можешь нормально Прокачивать консту И нет такого Что конста Это только для донатера Да То есть ты не донатер Просто забудь Ты можешь брать пушки Ты даже можешь там Опять же ранги качать пушками Если ты каждую три недели Можешь да Крутить гарант себе Опять же нет такого Что ну вот Пушки пятизвездочные Это почти все только Для донатеров Которые банерные А если не для донатеров То ну ранги Это точно для донатеров Да Опять же это бы не было Ботаспекта Но Как бы Зачем вам это надо Писей вам по губе Давайте Несите нам больше чемоданов Это все мы разжевываем И уже я начал разжевывать В цикле По донатной помойке Да Все 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 Вот эти аспекты Еще раз И навсегда мы их закроем Ладно С подготовкой Шмота И вообще Вот всей подготовкой К Юле Я разобрался Был у меня ролик подготовительный Там были ошибки Некоторые аспекты Я тоже там Не озвучивал Ну в общем Вот это прям Самый подготовительный Из подготовительных роликов Да Давайте на этом будем заканчивать Надеюсь Еще увидимся Субтитры сделал DimaTorzok